Привет! Начинаем новый влог. Время уже 9 часов вечера, мужа все нет. Как поругались, так и нет. Может и не придет. Что поделаешь? Вот это надо выкинуть, начатое. Смотрите, что нашла. Такая ностальгия сразу по младенчеству сына, новорожденности. Этот Плантекс ему вообще не помогал, и он вообще не хотел бить. Посмотрела, хотела отдать кому-нибудь, думала, а он до 3-го, до 3-го, 18-го, а там 4 штуки аж. Цены нету. Ну, выкидываем. Что-то у них к срок годности какой-то слабенький. Мало. Так, вот это печенье тут рассыпалось. Надо сейчас это все прятать и потом это протереть. Да, у меня там, мне нужно было достать. Что-то Захарка, у него уже в поликлинику ходили, то есть все. В автобусе проехались первый раз. Общественный транспорт, да? И может прививка, кстати, принять привинар. Дебильная. Знаете, многие заболевают от нее. Поэтому, поэтому, он почему-то нос начал. У него стал нос. Мурухен надо всегда держать дома. Нос у него как не дышит. Так, череда тоже, естественно, нам нужна. Что орем? Ничего там не трогай. Еще нашла вот такой лактазар. Конечно, его можно и в пить, и в 7 лет принимать. О, цена. Не вижу цену. А, вот 500 рублей. Здесь не хватает одной... Как одной пачки. Вот еще вот такую укропную водичку нашла. Там у меня вот лежит то, что я продаю, отдаю. Никто не звонит. Надо оставить, потом убрать. Может, вы укропите. Захар купать? Ну, это, наверное, не бессмысленно будет. Ну, вот эти бонди у них не ест. На, кушай, печенье. Ну, и все. Это, кушай, пожалуйста, сынок. Это Захар, это Брюсу. Кушай, кушай печенье. Кушай. Захар, кушай. Вот эту не могла открыть. Пришлось все разбирать с помощью ножниц. А то, так, если этот, то придется засудить, что у него еще капит. Может, мы чай с ними попить. Они-то вкусные, потому что Захар их не оценил. Не понимает. Они такие, знаете, молочные. Мне понравилось. Я знаю, что у некоторых женщин доблеско. Оно все намыто, вытерто. Ну, что, Захар, давай, мама, попью чай. Хочу к вашему капусту. Салат-винегрет. Давай я закрою. Все. Кш, 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 кш. Кш. Отталкивай дверь. Что делать, Лен? Ты дерешься с нами? Мы должны, мы закрываемся. Все, магазин закрывается. Бустро. Кш. Кш, давай. Ну, брысь. Кш. Что, давит? Ручку убирай. Кш. Кш. Все закрываем на замок. Чтоб никто не уволок. Сейчас что, чай черный обычно заварим. Гренфилд. Что, капризничаем? Где твой отец? Тридцать. Не напишет в WhatsApp, не сообщает ему. Я же не говорю, потому что звонит про мужа. Где он, что он? Может, он к маме заехал, да? Вот такие вот отношения меня весят. Короче, вот так вот. А представьте, если я сделаю. Я считаю, что если бы я это как раньше делала, сделала, вообще, вот многое вот. Действительно, многое зависит от женщины. Мы тоже в сферу молодости, в сферу характера женщины, да? Вот я про себя. Все невозможно оттянуть. Многое зависит от женщины. Я же говорю, если бы я так делала раньше, я бы ушла и не вернулась. Мне кажется, ну, я не знаю, мне кажется, что он меня бы не искал. Вот так, чуть-чуть бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Там что-то раз, пару раз позвонил. И все, я не говорю, что он не переживает, переживает еще как. Но, блядь, пассивно, вот скажем так. И таких мужиков в наше время полно. Мне так кажется, может быть, я не права, я аж не знаю. Захара, ты куда пошел? Вот Захару вот эти печенья нравятся. Знаю, что нельзя, но... А Захара, ты куда ушел? Далеко пошел? У нас далеко не уйдешь в однушки-то. Ни один, ни второй. Сейчас только поехали. Кошмар, страшно ездить. Как ездить на них? С детенком за страну. Смотрите, какая красота. Очень классно, да? Супер. А воздух? Офигенно, потому что этот... Захарка катается. Смотри на маму. Алло? Алло? Сразу вот смотрит. Захар. Захар. Пойдем. Пойдем. Так ее поверну. Поворачиваем давай вот так. Дальше пойдем. Вот они. Набрал себе биолактов. О, тут опасный отдел. Здесь все можно разбить. О, иди прямо. Прямо езжай. Иди сюда, сынок. Иди сюда. Захар. Кш-кш-кш-кш. Клядись. Въездился. Пойдем. Сейчас, подожди. Тут у нас соки. Давай соки возьмем. Груша. Потом яблоко с мягкой, яблоко-банан. Вот, вишня. Пирсик. Это если компота, когда дома нет, да? А, пюрешка. Фрута-няня где, скажи? Где фрута-няня? Скажи, куда вы ее дели? Стой, вот тут постой. Вон на ту сторону иди. Теперь нам налево надо. Вот сюда. Вон фрута-няня. Что, дорого как-то? Скажи, вообще-то мы за ней пришли. Езжай давай. В машине всякие. Все, тут стой. Теперь постой. Я сейчас что-нибудь выберу. Выберем. Стой, сынок, стой. Ну, постой, говорю, что-то. Мама у тебя пофоткает. Маши маме ручкой. Захар. Маму, смотри на маму. Захар. На маму смотри. Сейчас бу-бух. Захар. Захар. Колесо. Это колесо. Это колесо. Той, чика стоит за 3 800. Паровоз забрали. Оль-наку. Пойдем. Пошли. Давай. Толкай хорошо, сынок. Вон из этих игрушек вот нам не нашлось тележки. Давай. Теперь 3 часа будем с магазина выходить. О, нет. Сюда мы не пойдем. Сейчас он тут все завалит. Все, пошли на кассу. Все. О, сейчас он тут замалится из самоката. Это. Это трындец. Я же говорю, сейчас тут хана будет. А, тут велосипеды. Нельзя. Нельзя. Ну, давай вот этот достань. Попробуй. Мама достанет один. Один достану. Какой там мы тут выбрали, какой. Давай искать, какой самый дешевый давай. Вот самый дешевый. 780. Но он тяжелый. Ты как-то будешь с ним? Они все тяжелые. Аплодисменты. Аплодисменты. Все, домой пришли. Гуляли. Ветер холодный. Вариант. Подончики. Другая там вообще еще дороже. Ну, побольше там. У бабушки взяла вот такой лук. Две штуки. Бабочка. Я люблю, когда вот эта задница, она толстая. Ой, на мой взгляд, дорогие перцы. Две таких. Два таких лотка. Захотелось мне зафаршировать перцы. Вот. Помидоры. Так, а ты что там делаешь? Остак там грязно. Ох, как там грязно. Так, дальше фарш. Охлажденный в мясе. То есть, под Москвой. По-моему, это свинина. Самая дешевая была. Был фарш. Я такой взяла. Дальше морковка. Масло олейное. У нас масло закончилось. Олейное за 59 рублей по акции. К чаю такую шоколадку я взяла. С таким, знаете, со страхом. Вдруг завтра взрать нечем. Так, рис. Подависил. Такой рис. Взяла в пакетик, чтобы варить удобнее было. Вообще, по-моему, не надо варить. Он, по-моему, в принципе, может разбухнуть. Достаточно будет водичку кинуть. Так, дальше два майонеза. Дело в том, что у меня сметана есть. Там чуть-чуть совсем. И ее, блин, совсем мало. Надо было еще купить. Надо будет пустить на голубцы. Итальянские травы. Брюс, да уйди. Мне так нерв не хватает. Вы знаете, вот как тяжело одной? Поэтому нервы сдают. Потому что нагрузка, поскольку она меня одна. Итальянские травы. Выправа для картофеля. И коту корм. Все. И соль. Не сыпь мне соль на рану. Эта песня про меня. Музейс. Тебя кормить надо, да? В первую очередь, скажи, мама, надо покормить тебя. Меня, скажи. Не буду показывать. Он там родинку нашел у меня на ноге. Подожди, сынок. Мама еще дай отдохнуть. У меня уже частная она стоит. Ну что? Лук. У меня другой кастрюли нету. Только вот такая здоровая есть. Сюда перчики положим. Это начинка. Скажу, я в первый раз в жизни делаю, как и многое. Я сюда кинула помидоры. Помидор надо было в 2, даже в 3 раза вот этого кусочка нарезать меньше. В общем, делаю фаршированные перчики. Вот это, значит, половину пойдет сюда. Половину на дно. Да, сынок? И не спать ложись. Быстро, быстро. Люблю много готовить. Для меня этого мало. У меня осталось добро. Я буду сверху ложить вот так. Так, сверху положите, что там надо. Оно попадает в этот. На пол туда. На дно. Залила томат. Пока на половину. Сейчас пока думаю, еще заливать. Будет как-то так. Потом на мелкий огонь с закрытой крышкой. Сначала прокипячу. Потом на мелкий огонь. Так, сметану оставила чуть-чуть. Вот здесь бы еще засунуть. Но у меня вообще никакого перца больше нет. Увы. Кинзы жалко, нет. Я прям кончаюсь в кинзы, но вообще даже не было в перекрестке. Вкусня. Первый раз сделала. Ну просто вкусняша. Всем приятного аппетита. Что у тебя там во рту? Залез, блин. А ты что лезешь-то? Что за кот? Ты же видишь, я снимаю. Надо почитать книжечку, да? Скажи. Хоть я и пропылесосила, но все равно. Мои ноги. Так. Какие пакеты? На улицу сейчас ходили? Я вспомнила, что у нас нет Захарки. Захарки заканчиваются. Ну и вот такое питание. Такая огурчиков взяла килограмм. Помидорчиков. Ветовая бутылка. Пошли, Захар, за бутылкой. Надо поднять помидоры. А то нафиг раздавят. У него ума хватит. Почему ума еще? Ни херна нет. Вот она валяется. Хотя этот чай. Плохо он чай пьет вот этот. Сейчас покажу его. У нас у Захарки эта тема не пошла. Вот с этим чаем. Хотя я ему, видите, стала до сколько наливать. Вот я ему налила. Он здесь... У него было 200. Вот он 50 миллилитров только выпил. Не нравится ему он. Опять же. Ну если кому-то этот значок о чем-то говорит, то это компания Leavid. Ну хотя бы написали, да? Название. Бред вообще полнейший. Как будто это вот это вот. В общем, это тот же чай. С имбирем. Я варю... Решила сварить чечевичный суп. В один раз как-то варила. И блендером ему в пюре взбила. Короче, этот у меня пропал. Знаете, почему может пропал? Потому что блендер я не помыла. Был новый совершенно. И я не помыла саму эту погружную блендер. Я, например, на это... Думаю на это. Что он был не мытый. Хоть и новый. Ну, правильно, где-то на заводе они валялись. Короче. Вот. Естественно, я после этого больше не делала чечевичный пюрешный суп. Так что вот так вот. С мужем я не разговариваю. Восьмого, девятого, девятого, десято, одиннадцатого. У нас никогда такого не было. Не знаю, считайте сами. Не хочу. Столько дней. В принципе, у него видно, что он идет на контакт. Я вчера уснула. Представляете, я вчера уснула в пижаме, не накрывшись. Ноги голые. Ну, платье, пижама. Я просто закрыла глаза. Я, по идее, должна была Захарку накрывать, пока Захар заснет. С просмотром, у этих, как он месяц, и проехает, пока не ударится. Знаете, там, диван или апостол. Или не вылетит, пока здесь. С диваном. А я просто прилегла, просто закрыла глаза. И все, я их открыла, короче, в восемь. Смотрю, в восемь часов утра. Представляете? Захарка лежит, не укрытый. Как вот он тоже уснул. Правда, только телевизор был выключен. Все, и меня-то он укрыл, муж. Ну, вот, ребенка тоже надо накрывать. Давайте, давайте, потому что я его не замачивала. Он будет, ну, теперь, на сколько? Минут 40, час. Чечевича, этот. Чечевича. Этот, и тут еще картошка. Варилась, по-моему, на свинине. Ну, я их, кстати, были, достала из морозилки. Мяса вообще нет. Давай искать что-то. Какие-то заначки, эти заначки. Я что-то нашла в подчерном пакете. Продыряю, он не открывался. Замерзшая все. Какие-то кости, маслы там были, блин. Я их сейчас погрызла, наш тошнит. Все на нем сварила. Ну, по запаху такое ощущение, как будто свинина. Ну, может быть, говядина, я не знаю. Фу. Как-то так. Так. Как.